Здравствуйте! Я брат Марси, и сегодня у нас очередной книжный обзор. Сегодня я вам расскажу о интересных книгах по магии, по западноэзотерической традиции, по мифологии, которые вышли за последние три месяца. Но прежде чем начать этот обзор, я хочу сказать еще раз спасибо нашему брату Атону и проекту Кастали за издание Гершум Шалима Сабтай Цви. То есть вообще на самом деле весьма неплохой перевод. Я его сейчас дочитываю. То есть да, есть, конечно, некоторые досадные помехи. Там, например, Цфат. Вот Цфат, известный каббалистический центр в Израиле. Там как-то очень странно его название переведено. И я надеюсь, что в следующем переиздании Сабтай Цви эта ошибка будет исправлена. Ну, вообще, книжка хорошая, книжка очень важная. И если бы не проект Кастали, ну, наверное, я бы ее прочитал лет только через 50. А может быть бы я ее не прочитал. Ну ладно, так начинаем наши книжные обзоры. Итак, Майкл Чикетелли. Святой ангел-хранитель. Знания и собеседования со святым ангелом-хранителем. Касталия. Вот, ну, что сказать. Книжка любопытная. Вообще, Чикетелли это такой, ну, достаточно известный автор. Работает он в основном в гримуарной традиции. Он вот перевел и издал «Черного дракона» и «Энхеридион» папы Льва Третьего. Еще он автор такой любопытной книжки «Абраксос». Вот, и вот он решил написать книгу на эту тему. Да, и как сказано в аннотации, несмотря на то, что знание и собеседование со своим святым ангелом-хранителем в целом ряде западных магических традиций считается самым главным и основным достижением, к которому надлежит стремиться каждому магу, до настоящего времени не существовало книги, которая была бы целиком посвящена этой теме и опиралась бы на опыты различных магов. Успешно реализовавших задачу, описанную в «Либерсамах» Алистера Кроули и Гаримуаре Абрамелле. Книжка состоит из четырех частей. Первая часть – «Природа ангела», вторая часть – «После появления ангела», третья часть – «Священный ангел-хранитель в магических школах» и некая дискуссия в благосфере об этих явлениях, связанных с «Священным ангелом-хранителем». Ну, разумеется, «Священный ангел-хранитель» – это нечто такое очень субъективное, это нечто очень личностное. И, как вы понимаете, не каждые советы, которые содержатся в этой книге, вам сказать, здесь статьи разных авторов, так вот, не каждый из этих советов вам будет полезен. Ну, вот, скажем так, например, читаю я девять искренних советов тем, кто ищет «Святого ангела-хранителя» от Джейсона Миллера. Первый совет – это несложная работа, ну, как вам сказать. Второй совет – делайте, несмотря на то, что ваша жизнь может этому противиться. Абсолютно согласен. Чтобы творить магию, вам не нужен сах. Ага. И дальше, цитирую. В «Магии без слез» Элистер Кроули сказал, «Никогда не следует забывать ни на минуту, что центральная и важнейшая работа мага – достижение знаний и собеседований со священным ангелом-хранителем. При всем уважении к дяде Аллу – это чепуха. Вот ведьмы, друиды, шаманисты и тантристы не беспокоятся о святом ангеле-хранителе. Ангелы всех средневековых гримаров, кроме Абрамелена, тоже не стремились к нему. Ну, в общем, не знаю, стоит ли читать дальнейшие советы. Похоже, автор не понимает главного. Вся наша работа, магическая работа, связана со священным ангелом-хранителем. Делаем ли мы малый ритуал пентаграммы? Делаем ли мы воззвание к солнцу полибер Рэш? Делаем ли мы ритуал воли перед едой? Это все связано со священным ангелом-хранителем. С ангелом-хранителем связан не ритуал, не только ритуал кроли, описанный в книге Самых. С ангелом-хранителем связаны все, без исключения, наши магические ритуалы. Ангел-хранитель, он всегда с нами. Но первоначально, конечно, он имеет демонический облик. Ну да ладно, все-таки продолжим. Дальше. Не беспокойтесь о том, что такое сах. Ну, сах является нашей частью. Не обязательно соблюдать точный ритуал. Абсолютно правильно. Совсем не обязательно соблюдать точный ритуал. Я вот здесь недавно обращался к одной сущности. И понимаете, вот я в какой-то момент почувствовал вот некое такое наитие, да? Как бы меня ведет какая-то сила, и черт, тогда весь ритуал. Хотя ритуал вообще-то знать надо. Не старайтесь ужать ритуал во временные рамки. Ну, обращение к священному ангелу-хранителю занимает все абсолютно временные рамки. Не слишком привязывайтесь к ангелу. Ну, он часть нас. Ну, может быть, к нему и не стоит привязываться. Но он к нам привязан. Если ваш ангел говорит вам только то, что вы уже знаете, предлагает вам лишь то, что вы уже хотите сделать, то этот ангел не ваш. Это очень сложное высказывание. Его надо, наверное, обдумать. Ну, в общем, да, конечно, ангел-хранитель должен нас вести к трансгрессии. Ну, превосходи, превосходи. В общем, книжка любопытная. Я думаю, она стоит того, чтобы ее прочитать. Дальше. История британской магии после Кроулин. Автор Дэйв Эванс. Тоже-тоже проект Касталия. Вот, я немножко принимал участие в редактировании этого текста. И даже я в каком-то смысле посоветовал Касталии издать эту книгу, что о ней можно сказать. Она меня несколько разочаровала. То есть, понимаете, я ожидал такого живого, интересного, увлекательного описания того, что является собой действительно британская магия после смерти Кроули. Ну, вместо этого, здесь я вижу, автора рассказывает о своем жизненном пути, о том, что он встречался с тем-то, потом встречался с тем-то. Далее он поднимает достаточно интересную тему. Следует ли исследователю непременно принимать участие как бы в самих магических действиях, которые он исследует. Либо ему надо занимать позицию стороннего наблюдателя. Дальше он рассказывает о некоем шизофренике Амадо Кроули, который презентовал себя как сын Кроули. Этому посвящена немалая часть книги. Зачем об этом странном персонаже писать я понятия не могу. Что-то он пишет и про Гранта, что-то он пишет и про Спейера. Но я бы хотел, чтобы это было более увлекательно. «Искусство и ритуал древности». Джейн Элен Харриссон. Харриссон. Так. Кто же издал эту книгу? Похоже. Похоже, здесь нету издательства. Подпольная книжка. Хотя, кажется, вели город. Вот. Ну, в общем, книжка любопытная. Книжка рассказывает о ритуалах античности. Обряды времен года, праздник весны в Греции, переход от ритуала к искусству, греческая скульптура, ритуал искусства жизни. Мне кажется, книжка неплохая. Мне кажется, можно там что-то почерпнуть. И автор мне представляется более или менее серьезным. Второй том «Видение в магию». Второй том «Видение в магию». Юлиус Эвелла и другие авторы. Вот. Издательство «Экс Норд Люкс». Вот. Кажется, в этом году вышел первый том. Вот уже второй том. Всего там три тома. Книжка тоже мне представляется достаточно любопытной и полезной. Ну, вы, наверное, знаете, что Юлиус Эвелла, наверное, единственный из традиционалистов, который испытывал интерес к Кроуле, к магии Телем, он там цитирует нечто из книги «Алев». В общем, вполне серьезно занимался и увлекался магией. Ну, вот, например, что здесь в содержании? Ну, золотые стихи Пифагора, ритуальная магика. Вот. «Традиция реализации», «Солнечная воля», «Тайный язык верных любви», «Разрешение ритма» и «Освобождение», «Оживление знаков и зажимов», «Инициатическое сознание за порогом смерти». По-моему, по-моему, это заслуживает прочтения. Эту книгу я ждал очень долго. Эту книгу я ждал несколько лет. На самом деле, это второе издание, вот здесь об этом не говорится. Первое издание «Михаил Король. Мир библейских животных». Библиотека Михаила Гринберга «Москва-Иерусалим». Так вот, первое издание этой книги действительно вышло в Иерусалиме крошечным тиражом. И что в ней такого уж важного? Да, книга рассказывает о символизме библейских животных. Здесь самые разные существа. Там осел, летучая мышь, бегемот, левиафан, лилит и так далее, и так далее. И все это очень хорошо описано, все это дается с многочисленными цитатами. Почему это нам так важно? Ну, потому что за этими образами, за образами этих животных может скрываться что-то очень важное. Почему Иисус, например, въехал в Иерусалим на осле, животном Сета? Почему наш путь от Тифарет к Китер соответствует букве Гимель, название которой тождественно еврейскому слову верблюд? Почему библейские пророки считали верблюдов блудливыми животными? Какая здесь вообще взаимосвязь? Очень полезно изучать историю символизма. Кстати, следующая книга нашего обзора. Махов, жанр-эмблемы европейской книжной культуре, 16-е, начало 17-го века, проблемы герминефтики и поэзии. Гимель Ранг. Это тоже посвящено символизму. На самом деле, если вы хотите заниматься магией серьезно, вам обязательно надо знать язык символов. Тогда многие магические ритуалы станут для вас более ясными, более понятными. Например, север. Да, вот север. Что такое север? Просто сторона света? А может быть, мы вспомним, что падший библейский ангел хотел утвердить свой престол на севере? Мы обращаемся в ритуале малой пентаграммы к ангелу Уриэлю, который стоит на севере. Как он связан с падшим ангелом? Возможно, потому что Уриэль – это еще и ангел смерти. И Самаэль тоже ангел смерти. А может быть, нам попробовать в малом ритуале пентаграммы заменить Уриэля Самаэлю? Опять кастолийский проект. Джоселин Годвин, Афанасий Керхер, Театр мира. В двух томах. Керхер – очень интересный автор. Керхер тоже изучал язык символов. Керхер тоже пытался расшифровать наш мир, нашу магическую вселенную через язык символов. Вообще, на самом деле, очень досадно, что до сих пор на русский язык не переведен ни один из его трудов. И, наконец-то, сейчас вышла такая фундаментальная книга, рассказывающая о жизни этого удивительного человека. В книге большое место занимают иллюстрации. Но, ну вот, блекло. Но уж очень блекло. Ну, досадно. Вот, дорогие участники кастолийского проекта. Мне кажется, перевод здесь весьма неплох. Но если в книге столь большое место занимают иллюстрации, ну, постарайтесь издать их так, чтобы, ну, они не выглядели чем-то серым и смутным на белом фоне. Ну, право, ваша книга заслуживает лучшего типографского исполнения. Так, что у нас далее? Далее переходим к разделу колдовства. «Ведьмовские мазики». Томас Хатсис. «Тайная история психоделической магии». Тайная. Все тайное становится явным. Под редакцией Вишневского, ну, того самого, который пишет про Мухомора, я думаю, вы знаете. Да, Биопресс. Интересная книга. «В тишине глухой ночи». «Зелье еретиков. Источник колдовства». «Рождение ведьмы. Приспешницы дьявола. Утро на Лысой горе». Нет, книга на самом деле, если говорить серьезно, она посвящена использованию вот этих вот ведьмовских мазей. Ну, вот посредством которых ведьмы летали на шабаш, где занимались всякими сомнительными вещами с дьяволом. Авторы, естественно, толкуют это как то, что они принимали психоделические средства, и у них были глюки. Версия интересная, версия распространенная, и он ее здесь очень так солидно аргументирует. Еще одна книга, тоже по колдовству, по ведьмовской традиции. «Короли и ведьмы». Автор Тогоева. Подзаголовок «Колдовство в политической культуре Западной Европы. 12-17 века». Центр гуманитарных инициатив. Ну, что здесь такого интересного и хорошего? Ну, во-первых, интересные и хорошие иллюстрации. Знаете, хорошие иллюстрации, интересные, которым явно стоит подумать. Книга содержит не только вот такую историческую часть, которая рассказывает о том, как воспринимали средневековые ведьмы, что о них писали, как их боялись, как их преследовали. Но здесь есть, например, и тоже достаточно любопытная информация о магическом символизме. Вот есть такая глава «Иуда Искариот» и «Рыжая левша». Почему «Иуда Искариота» всегда рисовали рыжим? Почему рыжих женщин подозревали в бедовстве? Ну, потому что, да, рыжий, красный – это цвет пробужденной божественной искры. А пробужденная божественная искра может нести в себе нечто демоническое. Теперь переходим к гримуарам. Первым у нас идет «Киприан. Адский ключ», изданный в Санкт-Петербурге, Академия исследований культуры. Вот. Ну, это перевод с такой англоязычной книги Степана Скиннера и Дэвида Рэнкина, которая выходила в 2009 году. Вот. Ну, что сказать? Вообще, вот, если посмотреть книгу Скиннера и Рэнкина, то наиболее интересным мне показался не сам гримуар, а скорее то исследование, которое его предваряет. В русскоязычном издании, к сожалению, этого исследования нет. Ну, а вообще, вот «Ключ ада» – это гримуар XVIII века. Он связан с гаэтической традицией. Киприан был такой, да, образ такого великого, средневекового, вернее, даже древнего, им принадлежащего к поздней античности волшебника. Вот. Который потом стал христианским святым. Вот. Ну, наиболее интересным в этом гримуаре мне показалось описание четырех демонических королей сторон света, которые представлены в обличиях животных. Кстати, обратите внимание, в обличиях каких животных? Маймон. Ну, это же понятно, а маймон, да, король юга в образе птицы. Эгин – король севера в образе медведя. Уриэй – король востока в образе крылатого змея в красной короне. Паймон – король запада в образе рогатого кота с длинными усами. Вот. И надо понимать, да, вот что медведь, что такое медведь. Почитайте статью в телемобеде о том, какой смысл скрывается за медведем, что на самом деле это некое животное, грозная стихийная сила, это демоническое животное, это не какой-нибудь мишко из сказочки «Маша и медведь». Это нечто инфернальное. Так, следующий гримуар – второй том «Ключак магии Соломона». Ну, это такой, я бы сказал, сборник, проект кода гримуара. Здесь разные, разные есть тексты. Это «Кристалломансия», это разные примеры и опыты из ритуальной, каблистической, церемониальной магии. Это «Семь колец», обочарование искусства его, магические эксперименты и так далее и тому подобное. Ну, вообще, предполагается, что этот сборник был составлен в XIX веке известным оккультистом Фредериком Хоккале, который получил материалы от Эбенезера Сибли год. И, ну, это уже, я бы сказал бы, материалы для таких продвинутых, наверное, пользователей. Ну, к слову сказать, изданами весьма приличные, да, хорошие цветные иллюстрации и даже вполне должное количество комментариев. Так, следующий сборничек гримуаров – «Книга Пентакли». Вообще, в этой серии обычно выходят алхимические тексты, но вот теперь это сборник по гримуарам. Какие же здесь гримуары? Это три гримуара. «Гений» и «Старик из пирамиды», «Сокровище старика из пирамиды», «Истинная черная магия» или «Тайна тайн». Ну, на самом деле, вот, по крайней мере, первые два названных гримуара, они принадлежат к традиции, начало которой идет от гримуара «Черная курица», которую мы когда-то издавали, а вот потом уже там появились некие такие продолжения. Ну, сразу надо пояснить, что это, конечно, фейк. Да, это не настоящая гримуарная традиция. Это тексты, написанные в XIX веке с целью заработать, написать всякую там абракадабру, причем эта абракадабра пишется не очень сведущими людьми. То есть работать, конечно, по этим гримуарам, я полагаю, никто в здравом уме не будет, а почитать, развлечься и подумать, какие представления о магии имели люди в XIX веке, и, да, для этого как раз эта книжечка вполне подходит. И, к слову сказать, написана она таким, знаете, вот легким языком. Здесь есть всякие приключения, вот связанные с приключениями европейца в Египте. Ну, в общем, почитать можно. Теперь переходим к алхимии. Так, «Алхимический цветник». Книга первая, тоже вот это вот харьковское издательство. Серия «Арканум Экс Либрис». Вот, и что сюда входит? Три автора. Первый текст неизвестного философа под псевдонимом Филавит Космокол, «Правда, выходящая из герметического колодца» или «Истинная и солнечная лунная квинтэссенция». Далее текст Хогенуса из «Бармы». Правление Сатурна сменяется Золотым веком или Магистерием Мудрецов. И текст Якова Толиуса «Путь к химическим небесам». Ну, собственно говоря, мне просто немножко надоедает это повторять из раза в раз. Здесь тексты, алхимические тексты, без каких-либо пояснений, без каких-либо комментариев. И, ну, читаются гладко. Но я не ручаюсь за точность перевода, потому что на разных сайтах бывают, скажем так, разные отзывы о переводах этой серии. Следующая, опять же, книга этого же издательства, этого же Харьковского издательства, «Алхимические изыскания». Если предыдущая книга содержала тексты где-то 17-18 века, то здесь у нас тексты конца 19-го, начала 20-го века. «Теодор Тефера» «Металлы являются составными телами». Его же «Искусство изготовления золота», «Трепье» «Философский витреол» и его «Предготовление», «Луи Грассо» «Свет из хаоса». Как написано в аннотации, книга будет интересна для изучающих алхимические процессы трансмутации металлов, а также тем, кто интересуется историей химии. Вполне возможно. Но как это читать, опять же, без пояснений, ну, здесь они совершенно микроскопические, мне понять сложно. Из каждой материальной вещи делается зола, из золы делается соль, из соли отделяется вода и меркурий, из меркурия делается эликсир или квинтэссенция, тело превращается в золу, чтобы очиститься от своих горючих частей, в соль, чтобы отделиться от своей землистости, воду, чтобы разложиться и подвергнуться гниению, и дух, чтобы стать квинтэссенцией. Да, ну, немножечко, немножечко астрологии. Лиза Грин. Исследование Юнга в области астрологии, пророчества, магии и свойства времени. Касталия. Вот, ну, что здесь любопытного? Здесь автор пытается отследить интерес Юнга к астрологии, выдвигает свои версии, как астрология повлияла на работы Юнга, и все это представляется интересным. Иллюстрации, как можно сказать, весьма неплохие. Вот. Ну, не могу сказать, что мне эта тема очень близка, но, возможно, кому-то она будет интересна, почему больно-то. Трехтомник. Уже переходим к мифологии. Джон Майер, Дельгамеш и Великая богиня уроков. В целых три тома. Вообще, мне кажется, на данный момент, тоже жертву Касталии, на данный момент это, наверное, наиболее такое объемное исследование шумерийской мифологии. Да, вот у нас там издавались некоторые книжки по шумерийской мифологии, но вот эта вот самая такая толстенная, здесь, по-моему, в совокупности более тысячи страниц. Естественно, книга заслуживает такого достаточно пристального внимания. Конечно, здесь есть очень много всего интересного. И, полагаю, если вы одолеете эти три тома, то вы расширите не только ваше представление о шумерийской мифологии, возможно, вы получите какие-то магические лайфхаки. И еще одна книжечка по мифологии, уже более меняемого размера. Вот, Тон-Тон, Путь теней, хтонические боги Греции, Тотенбург, Москва. Вот, хтонические боги, Аид, понятно, там, Корсифона, все такое прочее. Ну, я бы сказал бы, что эта книга не то, что была слишком такая академичная, но я считаю, что, тем не менее, выделить ей внимание стоит. На самом деле, опять же, не так много у нас издано текстов. Почему у нас? Я говорю не только на русском, но и вообще на разных языках. Мало издано текстов именно о хтонических божествах. И поэтому такое исследование, может быть, не слишком глубокое, а скорее водное, оно может быть также не только интересно, но и полезно. Очередной кристаллийский проект. Джон Берри. Властелин четырех сторон света. Мифы. Отце-Царин. Ну да, вот рассматривается такой вот образ, образ Бога-отца, как он проявляется в различных традициях, там, Баал, Яхве и так далее, и тому подобное. Там, Митра, самые разные божества, не только индоевропейского пантеона. Опять же, книга, на мой взгляд, не бесполезная. Вот. И еще одна книга по мифологии. Локин Трикстер. Опять же, Касталия. Царь, говорят, авторов. Вот. Исследуется этот достаточно, образ этого популярного, такого достаточно известного божества, проказливой и опасной Локи. Один из исландских богов, классический пример, фигура Трикстера. Вот. Изначально Трикстер Локи появляется в старшей Эдди, ее младшей сестре, так называемой прозаической Эдди. Что ж, опять же, первая книга про Локи. Почему бы ее не прочитать? Ну что ж, переходим к моему любимому разделу Путь левой руки. Так, итак у нас на очереди Лейла Уэндалл. Ведьмовская книга мертвых. Ведьмовская книга мертвых. Нежелательные духи. Некромантия. Договор с мертвыми. Открытие дверей. Алтарь мертвых. Далее книжки у нас пойдут издательства Касталии, по крайней мере, вот следующие три. Вот. Ну что сказать. Понимаете, чем мне нравится, в общем-то, левый путь? Знаете, как делаются такие книги? Берется статья из Википедии. Вот. Больше ничего не надо. И добавляются туда, ну, скажем так, добавляются туда какие-то личные глюки. И книжечка готова. Ну, еще там, конечно, должны быть какие-то, вот знаете, ужасные такие фразы, да, вот там пойти на кладбище с мертвыми. Чувствую такой неодолимый зов. Иду туда, меня влечет, не могу этому противиться, и так далее, и так далее. Откровенно говоря, такие книги мне не кажутся серьезными. Откровенно говоря, такие книги, на мой взгляд, ну, не знаю, что они могут дать. Ну, фантазию, может, как-то разогревают. Некромантия. Самая запрещенная магия в мире. Ну, это вообще. Оракула некромантии. Гадание с помощью мертвых. Не хватает добавления. Самые точные гадания в мире. Кладбищенская некромантия. Ну, это людей влечет. Вот потому и книжки такие издаются. Следующая книга того же автора, также Касталия, Лейла Уэндл. Создание антропоморфных образов смерти от древности до нашей дни. Знаете, а может я зря так уж на нее наезжаю. Да, потому что здесь вроде ну, какие-то такие, ну, как бы вам сказать, ну, по крайней мере, да, вот, кстати, иллюстрации. Вот хорошие иллюстрации. Почему таких хороших иллюстраций нету в Керхере? Вот такие бы хорошие иллюстрации, да, в Керхере. А вот сюда можно, знаете, что-нибудь такое блеклое сойдет по мощам и елей. Вот, но тем не менее, вы знаете, на самом деле, такие темы, они могут подтолкнуть вас к серьезному исследованию. Вот вы заинтересуетесь какой-нибудь мутью, а потом вы переходите уже к каким-то более серьезным книгам. Тогда мы скажем, Лейла Вендалл, спасибо тебе большое. Так, да, Майкл Форд. Люциферианское колдовство. Гемуар змея. С этим, понимаете, шутки плохие. Вот, Касталия, конечно, Касталия. Диаболос, дракон в треугольнике тьмы, изучение противника внутри магики, Сет, египетский бог тьмы, Ахриман, персидский дьявол, противник и невеста дьявола, сын Каин. Невеста дьявола, сын Каин? Это гностический Элд Вауф, Дитя Хаоса, книга Каина, книга Каина, здесь у нас что? Так, Азатоз, гримуар сутеха, запретная сексуальная магия. Но, вы не знаете, что самое главное. Это из аннотации. Книга начинается с пространного и строгого научного исследования вопроса о месте драконианского супостата в рамках истории магии. Научное, серьезное исследование места драконианского супостата. Некоторые считатели предпочитают держать эту книгу отдельно от других гримуаров в недоступном для других людей месте. Листая страницы этой книги, они испытывают ощущение чего-то необычного. Как будто нечто пытается вырваться с ее страниц, возникает желание отодвинуть ее в сторону, но вы только еще сильнее вцепляетесь в нее, не в силах оторваться, словно случайно схватившись за находящийся электрическим током забор. Книга вызывает необъяснимый хаос от странных запахов и болей до перепадов электричества, словно вы попадаете на территорию... Нет, я... Извините, да, книги по традиции левой руки очень хорошие. Читайте их, пожалуйста, внимательно, и все в вашей жизни наладится. Ну, переходим к более легкой литературе. Итак, эзотерика. Давайте уже просто, вот эзотерика без субостатов. И даже почти что не эзотерика, Алексей Конаков, убывающий мир, история невероятного в позднем СССР. Что-то мы еще помним. О чем же здесь сказано? Интересно. Здесь говорится о Тунгусском метеорите, о Снежном человеке, об НЛО, о том, как эти темы всплывали в советской действительности, всяких там запретных, ну, реально недозволенных лекциях, таком оккультном, ну, не совсем оккультном, скорее, как бы это сказать, таком, ну, неортодоксальном, неортодоксально научном самоздате, да, йога, здесь, кстати, тоже об этом есть, в общем, любопытно, любопытно смотреть, чем интересовало советское общество, кстати, вы поймете, что, ну, представление о магии, о кабале в Советском Союзе, ну, вообще было на нуле, вообще об этом никто ничего не знал, ну, разве что те немногие, которые обладали тогда доступом к библиотекам, где хранились какие-то дореволюционные издания. Мне книжка показалась интересной, мне книжка показалась, ну, такой примечательной. Вот. Дальше. «Энтеогенный оккультизм» Луи Альфонса Танье. Что здесь любопытно? Любопытно то, что человек принимал растительные психоделики, вот, и занимался духовидением, и записывал свои опыты, которых было изрядное количество. Первый экстаз, второй экстаз, третий экстаз, четырнадцатый экстаз. Философское рассмотрение приведенных выше экстазов. Кому-то может показаться полезным. Ну, говорить серьезно в подобной литературе, конечно, не приходится, хотя, с другой стороны, да, вот я все шучу, а ведь и Мессмер, и уж тем паче Сведенборг, они же оказали заметное влияние на западную магическую традицию. И, в конце концов, ну, а чем духовиденькие хуже наших демонических инвокаций? Изумрудная скрижаль Денис Уильям Хаук Алхимия личной трансформации. Так, Касталия. Тоже, кстати, приличная иллюстрация. Все хорошо. Даже цветные есть. И, по крайней мере, такие, знаете, ну, красивые, четкие, ну, за что ж Керхер это вот так? Ну, понимаете, к сожалению, цветные иллюстрации книгу не спасают. Знаете, вот я так полистал, я не буду говорить, что я читал там от корки до корки, нет, ну, я полистал, нашел известные какие-то байки про алхимиков, о том, что, значит, Раймонд Лули там делал золото для английских королей, там писал алхимический трактат, хотя давно известно, что Раймонду Лули просто приписывались алхимические трактаты, на самом деле он был таким истовым христианским монахом, там ездил, проповедовал, в общем-то, и погиб в результате этого, вот, а здесь, ну, некое такое собрание не очень реалистичных баек, разбавленное, опять же, личным опытом автора, удобренным таким магическими терминами, не знаю, не могу сказать, что книжка не понравилась, сакральная геометрия, сакральная геометрия, Козуб Сергей, Пилипенко Роман, Десятник Александр, Тысячный Тарас, а где сотник, сотник, ладно, сакральная геометрия открытия брата, вот, ну, что сказать, это некая такая российская эзотерика, которая отчасти опирается на западную магическую традицию, но вместе с тем немного своего, но люди достаточно подробно описывают свои опыты, и здесь чего только нет, и вот этот ритуал открытия брат, и отчет агретической эвакации маркиза Мархасиаса, и отчет агретической эвакации великого правителя Марбаса, и отчет агретической эвакации демона Форнелса, читайте, возможно, кому-то это окажется интересным, потому что действительно подробные описания, гальваническая операция, да, там гексограммы, таблицы, смотрите, смотрите, возможно, кого-то это и торкнет. Следующая книга, книга издательства Велегор, книга хорошего автора, на самом деле, вот, как бы, без шуток, Фестюжьер, Анрежан, откровения Гермеса Тресмегиста, теология и теология Прокла-Диадуха, гимн великой триаде в переложении Фестюжьера, комментарий к платоновскому Тимею. Хорошая книжка, серьезная книжка, одна беда, не имеет никакого отношения к серии откровения Гермеса Тресмегиста. Дело в том, что у Фестюжьера есть действительно серия книг, вот, с таким названием, которую издательство Велегор успешно издала, но, очевидно, как бы, ну, хочется еще побольше деньжат заработать, да, а вот давайте мы возьмем следующие работы Фестюжьера и тоже налепим на них название откровения Гермеса Тресмегиста. Почему? Потому что, на самом деле, книга посвящена неоплатонизму, да, вот, именно той самой теологии и теории Прокладиадуха. Ну, понимаете, кому сейчас интересен неоплатонизм? Я думаю, паре десятков академических ученых. Кому интересна герметическая традиция? Наверное, гораздо большему числу людей. Поэтому с таким заголовком есть шанс, что книга будет более активно продаваться. Насколько я знаю, шанс, вернее, надежда, это не совсем оправдались. Вот, то есть книга хорошая, бесспорно хорошая, перевод несколько тяжеловесный, но читаемый, вот, но зачем вот заниматься такими фейковыми заголовками? Ну, я вообще-то, конечно, сказал, зачем, но, по-моему, это все равно не красиво. Олег Теремский «Суверенное юнгианство». Годный курс по юнгианской психологии. Ну, ничего я не смыслю в суверенном юнгианстве, честно вам скажу. просто отмечаю, просто отмечаю эту книгу, которую издал мой добрый друг брат Атун, он же Олег Теремский. Искренне надеюсь, что она у него столь же интересна и увлекательна, как и другие его книги. Пишет он реально, вот, душу, так хорошо, интересно, увлекательно, подчас даже слишком увлекательно. Вот. Ну, если вам интересно «Суверенное юнгианство», читайте. И последнее. Последние три книги, которых, в общем-то, даже еще пока нет в продаже, хотя, может быть, к тому времени, когда этот ролик появится, они в продаже уже будут. Это очередные три кастолийские книги, это хорошие книги. Я специально их получил, хотя их еще нет в продаже, вот, для этого обзора. Во-первых, Ричард Кикхетер «Магия в средние века». Серьезный, интересный автор, интересная тема, вот, и уверен, что эта книга заслуживает, скажем так, внимательного и такого пристального прочтения. народная традиция средневековой магии, медицинская магия, практики магии целителей и прорицателей, защитные амулеты и талисманы, колдовство, злоупотребление целительной и защитной магии, гадание и народная астрология, некромантия в церковном подколе. Вот смотрите, вот если здесь будет писаться некромантия, то здесь будет настоящая некромантия, а не всякая арабское знание оккультной науки, магия в романах и придворной культуре средневековья, хорошая книжка, Лон Майла Дюкет, ангелы, демоны и боги нового тысячелетия, размышления о современной магии. Наш дорогой брат Дюкет, вот очередная его книга, новая книга на русском языке, книга содержит семя С, посвященных семи и свободным искусством, западные эзотерики, кабале, герметизму, магии, астрологии, метафизики, психологии и религии. Дюкет затрагивает тему магического посвящения, смены эонов, работы с ангелами Шамхамфараша и демоническими сущностями, а также разъясняет концепцию священного ангела-хранителя с точки зрения изумрудной скрижали Гермес. Искренне надеюсь, не с этой изумрудной скрижали, какой-нибудь «Эльская золотая заря» подлинная и полная программа друидического обучения. Это вообще, конечно, очень нелюбопытно. Вообще, Грир автор неплохой, Грир автор неплохой и у него есть интересная книга по кабале, на которую я часто ссылаюсь и использую материалы из нее в нашем учебном курсе. Но здесь он сделал что-то невероятное, то есть соединил золотую зарю и кельтскую традицию. Как вы понимаете, где кельты и где золотая заря. Уж логичнее было бы там золотую зарю соединить с какой-нибудь иудейской традицией или, ну, например, даже какой-нибудь античной традицией теургической. Вот. А кельты от нее, по-моему, весьма далековато. Но, как вы видите, вполне можно все это сделать, если просто просто ну, вместо каких-то там привычных нам ангелов и божеств поставить соответствующие кельтские образы. И тогда у нас получатся какие-нибудь кельтские варианты ритуала кентаграммы. воема великого кер ну носа владыки земли и ее обитатели да засияют лучи золотой зари. Духи, помогите мне в моей земной работе. Это я вам читаю призывающий ритуал пентаграммы по этой кельтской золотой зари. Зачем это все совмещать, я, честно говоря, не совсем понимаю. Да, но, в конце концов, мне кажется, кельтская традиция, может быть, заслуживает чего-то более бережного. Получилось создать свою кельтскую золотую зарю. Не знаю, можно нам какую-нибудь свою славянскую золотую зарю создать, почему бы нет, добрый путь. Вот, ну что ж, на этом я хочу завершить мой обзор. Я обещаю более не опаздывать и следующий обзор сделать уже в январе. Субтитры субтитры субтитры